Mazda XS9 1993 года, это первое поколение до рестайлинга, объем 2.5, мощная 173 лошадиная сила. Пробежимся по основным элементам. Вот наш двигатель. Неубиваемый. Мотор V6, это в свое время на эти моторы, японцы их очень сильно напичкали новшествами. Он турбированный или нет? Нет, это не турбированный. Были версии компрессорные 2.3, были моторы также двухлитровые и все V6. Был мотор KF, это 2 литра, и KL, вот этот мотор. Чем интересна эта машина, то что на те годы она была полностью нафарширована. Здесь большой пакет электроники, зачастую кожаный салон. Банан, расскажи, как механик, что ты в ней делал? По двигателю, я так понял, что ничего не делал. По двигателю ничего не делал. Ходовка? У меняли сцепление. Какие сложности с сцеплением? Никаких. Запчасти есть, ценные меняем. Не надо заказывать откуда-то зар? Нет, все есть. А по ходовке? Здесь что спереди, что сзади идут рычаги, да? Много рычажная, подвеска. Да, есть вопросы по подвеске. Все решаем. Все делается. И ходовая довольно-таки крепкая. Очень крепкая. На вот этой машине стояли родные амортизаторы. Два месяца назад только там. Кстати, наглядный пример по ходовке. Стоит точно такой же кузов тех же годов выпуска. Можем посмотреть, что у себя представляет подвеска. Трехрычажная подвеска довольно-таки неубиваемая. Это цапка, нижний рычаг, средний рычаг и верхний рычаг. И все. Что обеспечивает ей очень хороший ход, мягкость, плавность, четкость. Везде. Вот машина сколько здесь стоит уже? У года три? Три года, да. То есть, ничего не дебоками здесь не ржавеет? Нет, в плане ржавчины эти машины не особо подвержены коррозии. Ну, под нищу, где только есть моменты. Где царапнули, где ударили, там ржавчинка полезет. Хороший металл. Металл очень крепкий. И конструктивно безопасная машина. Правая полуося. Что? Ну, что-то они не доделали, не додумали. В плане того, что с нашими дорогами просто-напросто наш лицевой разбивается и начинает стучать и тарахтеть. Левая полуося? Правая. Правая полуося. Подвесная полуося. Где подвесной подшипник. Ну, и дает свои звуки неприятные. Расход по городу в смешанном цикле 14 литров до 14 литров. Трасса в среднем 9-10 литров. Мазда заявляла при выпуске автомобиля, что это бизнес-класс спортивного типа. Потому что здесь многочисленные элементы спортивного авто. От кузова до бампера. Вытянутый капот. Тормоза дисковые. Что переднее, что заднее. Радиус 16. Машина с 1993 года практически не имеет очагов в коррозии. Они выражены предметно. И только в тех местах, где уже производились работы. Машина в этом, эти годы выпускает. То есть это первый дорестайлинговый кузов. Он выпускался с 1993 года по 1997. Пройдемся по элементам. На данные автомобили, как правило, всегда идут на коже. То есть, опять же, сейчас располагаем тремя авто. Вон впереди стоит один. Будет еще один сбоку показан. У них у всех кожаные салоны. Причем объемы двигателей разные. По оснащению. Покажем переднюю панель. По регулировкам. Круиз-контроль. Включение-выключение противотуманок. Эректор фар. Такая вот панель. 276 тысяч пробега. Но на самом деле пробег здесь больше он был немного отматан. На передней панели видим температуру двигателя, емкость бака, спидометр и тахометр. Бортовой компьютер. Мультируль. Здесь имеется антибоксировочная система ТЦС. Вот ее отключение. Если где-то загрюз, то эта система, она создает пробуксовку передних колес. И машина с легкостью выезжает. Здесь климат-контроль. Накручивание. Подогрев передних сидений. Так расположена под бортовым компьютером кнопка аварийки. В комплектации имеется люк. Свет. Вот регулировка управления люком. Бардачок. Еще один бардачок. Открывается с кнопки. Подушка безопасности. Водительская подушка безопасности. На дверях расположена коррект регулировка зеркал. Стеклоподъемники. Блокировка двери. Открытие лючка МИЗОБАКа расположено на карточке двери. Встроено в панель динамик. Подсветка салона. Встроено в каждой двери. Блокировки. В карточках дверей встроены бардачки. Необычные. Вот так это делается. Удобно. Легко захлопывается. И на пассажирской точно так же. Вот она пустая. Пустая карточка. Можем посмотреть, сколько мест. Потому что практически до самого низа. Отлично. Так расположены обдулы. Здесь, кстати, тоже под левую руку идет небольшая панелька под мелочи. Какую-то мелочевку. Двери имеют серьезные петли. В этой комплектации также идет электрорегулировка сидений. Видим, как работает. Работает без сбоев. Вот еще одна регулировка. Спинки. Салон здесь, как в дорогих американских автомобилях. Посмотрите ширину задних пассажирских мест. Пролета задних мест. Ее предостаточно. С 93-го года кожа не убита. Она мягкая. Ряд задних сидений имеет подлокотник. Пространство для длинных предметов. Сзади также идут стеклоподъемники. Свет необычно расположен. Козырьки. Козырьки имеют зеркало с подсветкой. Машина достаточно низкая. Клиренс составляет 14 см. Багажник открывается с кнопки. Багажник очень широкий и вместительный. Действуется вуфер. Задние парктроники. Выхлопная. Машина укомплектована максимально. Гарантия на покрысочные работы была 8 лет. Машина длинная. Длина 4 800 см. Машина длинная. Машина длинная. Машина длинная.